итак дорогие друзья приветствую на моем канале сегодня мы очень коротко поговорим о такой новинке как samsung galaxy fit 3 это фитнес трекер который многие ждали но вышел он конечно не таким привлекательным как изначально нам напевали некоторые блогеры как говорится не все так гладко как стелят блогеры устройство вышло таком более сдержанным более приземленным как я всегда говорю и цена получилась ниже но и количество функций которые где-то там в утечка где-то нам там ванговали прогнозировали она здесь не нашлось его отображение как говорится в металле очень-очень здесь все получилось если не скудно бедно то достаточно бюджетно можно так выразиться как видим есть у нас в таком розово-персиково-коралловом оттенке классический white и black все в общем то здесь понятно циферблат местами напоминает что-то мы такое в амазфите похожее видели что-то мы такое там и в xiaomi бендах видели и в общем то мы это где-то уже видели там его по бенды что-то здесь как-то очень знакомо все единственно стоит здесь ремешок и застежка она здесь такая классическая как у часов здесь не такая пимпочка как на не бендах и что конкретно здесь не додали здесь дисплей 1.6 дюйма нам говорили что будет 1.95 там 1.8 1.75 будет gps будет то будет все но по факту здесь мы имеем bluetooth и всю информацию он получает от смартфона все эти уведомления взаимодействие с приложением входящие какие-то вызовы опять же на входящие вызовы вы ответить не можете и вот на сайте алло уже характеристики и даже люди говорят что на ios он не работает здесь нету возможности говорить это отверстие но для каких-то там голосовых ассистентов которые не факт что будут работать в каких-то определенных регионах как видим gps а вай файл здесь нету количество операционное и количество флеш памяти или оперативной памяти это все для функционирования и вот внутренней прошивки это не smart часы повторюсь есть smart часы за эти деньги но это уже совершенно другая история не сказать что он вышел каким-то там ужасным но это что характеристики здесь оказались не такими привлекательными как нам обещали хотя бы мы сами себя на эти характеристики по большей части настраивали он вышел просто таким как его задумал производителя люди пытались наделить его какими-то функциями свойствами которые он не может обладать силу тех или иных там физических технических ограничений ну естественно цены была бы цена там 80 долларов был бы gps цена 50 долларов gps давай до свидания это все понятно опять атмосфер влагозащита небольшие компактные габариты за что я люблю фитнес-трекеры они реально компактные легкие ну и недорогие потому что крутые навороченные smart часы они будут где-то за 100 долларов 150 200 и сюда здесь функции мало но и цена 50 долларов хотел бы ли я его взять себе возможно и взял бы потому что здесь дизайн неплохой есть кнопка да вот в таком черном свете он вроде простовато смотрится но амолед экран все-таки потому что напомню я пользуюсь mi band 8 active там и пес там нету возможности always on display включить да это устройство но заметно дороже некоторых своих конкурентов но просто известный бренд приятный дизайн можно взять а мы посмотрим какие-то аналоги xiaomi mi band 8 он конечно в стиле всех прошлых mi band of за исключением того что здесь поменяли крепление ремешка корпусу это уже не просто капсула которая достается с ремешка капсула от которой ремешок отстегивается он смотрится неплохо крупные дисплеи относительно очень очень старых моделей здесь диагональ 162 но за счет скругленных краев не сказать что здесь очень очень много информации помещается но он действительно компактный он простой и нет у него каких-то претензий на очень очень дорогое какое-то там устройство все привыкли к этими бэндом они все последние несколько лет выглядят плюс-минус одинаково это для тех людей кому нужен только функционал от устройства для себя это не для понтов не для какой-то там статусной покупки какой-то там дорогой инвестиции случае каких-то там швейцарских часов нет это просто такой фитнес-трекер на каждый день был период когда 1800 гривен за него хотели 50 60 долларов он 1800 скидочка 1300 гривен до вполне можно взять устройство кто реально просто пользуется как часами и какие-то небольшие здесь тренировки и все до уведомления не так удобно будет читать но и само устройство компактная повторюсь то что скругленные края это в какой-то мере даже удобно он нигде не выпирает нигде не выступает об одежду будет цепляться еще реже и если вы делаете реально какие-то упражнения что-то связано там с каким-то подтягивание там отжимания брусьями вы просто не будете эти кнопки нажимать кисти руки здесь он узенький кнопок нету соответственно просто будет более комфортно с ним ходить для ежедневного ношения и не будет вот какого-то дискомфорта связано с тем что он широкий летом широкий ремешок здесь все очень компактно реально для тех кто более-менее интересуется спортом хотя те показатели что выдают бюджетный фитострекеры это далеко от точных медицинских приборов ну и какой еще вариант это huawei band 8 устройство не сказать что сильно новое тоже где-то год на рынке у нас huawei band 8 тоже есть такой прямоугольный корпус есть кнопка в розовом цвете есть еще в таком зеленом черная классика есть даже возможность тоже сменных ремешков вроде тоже все просто все то же самое но здесь есть свои плюсы здесь софт даже чуть-чуть более допиленный huawei какое-то время назад за это пинали они сделали нормальное приложение нормальное количество этих всех watch face of они с переводом действительно вот эти вот циферблаты можно менять и вполне это смотрится довольно свежо здраво и повторюсь они довольно функциональные есть шторка на самсунге она к слову также есть здесь мы имеем диагональ 147 у самсунга 1 и 6 но понимаете это все равно в большой погоды не делают смарт-часов 2 дюйма смарт-часов там еще более интересные все возможности кастомизации и там все это более наворошено здесь все просто неплохо и по ценам смотрите 1900 грин была акция за 1400 999 полторы тысячи галакси фит у нас стоит 2000 смотрим сейчас у нас по динамике цен посмотрим что нам здесь нарисуют вот была акция это средняя цена была акция реально за 1499 потом 1799 помню реально была возможность взять себе его я его себе в какой-то мере хотел но мне конкретно плохого и бенди высвому как бы немного смущает то что он супер узкий супер компактный вот эта кнопка ну прям очень вытянутый это как игры фитнес часик какой-то вот выругал это устройство но мне нравилось потом его ругал потом опять хотел и как-то мне в общем то с ним можно сказать мне сложилось а вот galaxy fit 3 не знаю он может чуть-чуть шире вот это наличие этой кнопки она уже не так сильно бросаться в глаза это все дизайн эргономик это целый институты над этим работают лучшие специалисты мира этим заниматься это должно быть красиво удобно функционально но здесь это более-менее получилось а какое устройство понравилось вам вы как всегда можете написать комментариях всем пока